Планы на этот год, что будет сделано с вашей стороны в этом году по классификации Торского региона? Значит, на 2020 год в рамках той программы 2024 у нас запланировано 9 объектов общей протяженностью 150,5 километров. Значит, плановая стоимость данных вопросов 244 миллиона. Они будут финансироваться за счет средств специальной надбавки. Тарифом транспортировки, то есть, как бы, это «Газпромовские деньги». Значит, выполнение на 2020 год и сдача в эксплуатацию – это 49,7 километров из 150. Поэтому те задачи, которые стоят перед нами, мы постараемся выполнить сроки. Мы все слушали, Владимир Владимирович в мае поставил задачу максимально ускориться с газификацией и максимально расшириться. Насколько перспективно в нашем регионе довести до 100% газификацию муниципальных образований? Ну, что касается города Твери, здесь ситуация гораздо лучше, потому что уровень газификации уже за 90%, поэтому остались единицы. Ну, а по районам Тверской области – это чуть более 31%. Конечно, это процент не совсем большой, что касается северо-запада, как вот сейчас обсуждалось, там вообще 13 районов не годифицировано. Поэтому, как бы, если будут поставлены задачи, если будут выполнены дополнительные денежные средства, мы здесь, наша компания, представители «Газпрома» по Тверской области выполним все задачи. Поэтому с мнением президента и с пожеланиями граждан, мы только за комфортное проживание граждан Тверской области и очень даже согласны работать и довести газификацию до 100%. Ну, если я рвусь к объектам этого года, какой объект Вы посчитали самым сложным в исполнении на сегодняшний день? Так, ну, у нас там есть сложности по Бешенскому району. Ну, вот я озвучил на совещании, у нас основная проблема – это взаимодействие с собственниками. Потому что собственник считает, что он может заключить договор аренды очень большой суммой, то есть доходит до 300 тысяч за одну сотку. И вторая проблема, опять же, с собственниками земельных участков – они желают заключить договор аренды не только на период строительства, а на весь период эксплуатации, это и 50, и 70 лет. Если мы в год, например, планируем 244 миллиона и аренду за год по тысяче квадратам, это порядка 3-5 миллионов отдать аренду, то очень непомерная цифра, я думаю, не совсем правильная. Тем более, объекты – это не наши, не Газпромовские, это во благо Тверской области. Поэтому, я думаю, всем надо понимать, что наживаться на этом не нужно. А как можно эту ситуацию изменить? Есть опыт других регионов в этом направлении? Ну, я думаю, при взаимодействии с органами исполнительной власти, в частности, я просил Игоря Михайловича посодействовать, есть у нас и общественный совет, ну, как-то садиться за круглый стол и ставить все-таки первоочередные задачи, которые будут выполнение более правильно, чем наживаться определенному человеку. Потому что это, как бы, социальные программы все-таки. То есть это земля частная, муниципальная? Ну, в основном, это частная земля, там, где у нас возникают проблемы. Ну, вот я говорю, садиться за круглый стол и обсуждать. То есть мы-то, в принципе, не требуем, чтобы это было бесплатно, но есть, как бы, нормальные утвержденные расценки в период строительства. То есть по своим газопродам мы готовы платить собственнику аренды. Поэтому договориться всегда можно. А физлицис или больше? Ну, больше а физлицис.